С сентября 2007 года работники бюджетных организаций образования перешли на так называемую новую систему оплаты труда, сокращенную СОД. Сначала на правах эксперимента, а с 2009 года эта система внедрена во всех школах, во всех образовательных учреждениях страны. В чем ее суть? Кратко, идея неплохая. Вся зарплата делится на две части, 70% денежных средств отводится на оплату аудиторной и неаудиторной работы преподавателей и учителей, а 30% называется так называемая поощрительная часть. То есть учителя за свои какие-то дополнительные виды работ, как то победы в олимпиадах детей, участие в своих каких-то там профессиональных конкурсах получают денежное вознаграждение. Все было бы хорошо, но, как говорится, от идей до реализации дистанция огромного масштаба, потому что в руках у администрации школ оказались средства проверить распределение которых практически невозможно. В Министерстве образования создан такой проект, который называется комплексный проект модернизации образования и создан сайт, который называется kpmu.ru. На нем можно отследить, какова средняя зарплата в каждом регионе, в каждом муниципалитете и в каждой школе. Но беда вся в том, что вот эти цифры, приведенные на этом официальном сайте Министерства образования, имеют большое расхождение с реальными зарплатами учителей. Несколько примеров. Вообще, так скажем, недостоверности данных цифр. Вот, например, в моей Новосибирской области в апреле 2011 года было указано, что средняя зарплата составляет 200 тысяч учителя. Потом произошло в сентябре 2011 объявленное президентом повышение на 30%. И в апреле 2012 эта зарплата составляла 68 тысяч. Ну, по-моему, понятно, что это вообще несовместимые вещи. Зачем было ее, так скажем, повышать, объявлять такую компанию, когда она и так была достаточной? 220 тысяч. Посудите. Зачем вообще все эти меры? Второй пример. Это школа деревьев Златоуста. Взяла и просто подсчитала, сколько зарплата по данным КПМО, вот это комплексного проекта модернизации образования, сколько реальной и какова разница. Так вот, они подсчитались за 6 месяцев. Не выплачено. Им было 205 тысяч. Куда делись эти деньги, спрашивают они. В Ямало-Ниинском автономном округе произошла вот такая техническая ошибка, как ее пояснили представители Министерства образования. Значит, была показана сумма средней 185 тысяч, а на самом деле она составляла 57 тысяч. Представьте себе, что вот эта техническая ошибка больше, чем 100 тысяч. И последний пример из Ивановской области. Учитель пишет, максимальная начисленная зарплата – 51 тысячу, а максимальная заставка за 18 часов – 86 тысяч. Как это вообще возможно? То есть получается, что учитель работает меньше ставки и получает огромные деньги. То есть это вообще нереально, поскольку учителя набирают больше часов, чтобы иметь больше зарплаты. Вот такая, так скажем, проблема. Что за этим стоит? По данным последним, в том числе Министерство образования, в больше, чем 20% в 20 регионах произошла отрицательная динамика роста зарплаты. То есть она снизилась. А чиновники не хотят, так скажем, иметь неприятности, поэтому они делают все, чтобы на цифрах показать реальный рост. На самом деле, они не существуют. И вот такая ситуация сложилась, поэтому наш профсоюз заботился тем, что нужно что-то с этим делать. Целевая группа нашего проекта, как вы сами понимаете, первого уровня – это учителя общеобразовательных школ, второй уровень – это общинных семей, ну и третий – это уровень, это широкая общественность. То есть нужно сказать, что долговременная цель нашего профсоюза – это обеспечить право педагогических работников на справедливую, достойную оплату труда. Но, конечно же, это очень такая глобальная цель, а цель проекта – как бы попытаться достичь хотя бы частично вот эту большую глобальную цель. Ну вот она краткосрочная и, как нам кажется, несет определенный вклад в реализацию этой долгосрочной цели. Итак, цель проекта такова – получить массив достоверной статистической информации по такому показателю, как роза зарплаты учителей. Задачам проекта мы относим создание интернет-приложения в виде интерактивной карты, позволяющей заносить данные о зарплате на основе краудсортинга самим учителям. А также, возможно, еще два-три показателя. То есть учитель определенного региона вносит данные по своей зарплате, а потом мы еще показываем, как чиновники этого региона показывают его зарплату и данные вот этого сайта КПНО. При сравнении можно уже сделать какие-то определенные выборы. Задачам проекта также относятся составить инструкцию по размещению информации на эту интерактивную карту и по содержанию самой информации. Ну и также привести информационную кампанию по продвижению данного интернет-приложения. К критериям успешности мы можем отнести количественные и качественные. К количественным мы относим получение данных по зарплате от учителей от 15-20 регионов Российской Федерации, среди которых 70% от учителя городских школ, 30% учителей сельских. Составление одной аналитической записки по результатам мониторинга для Министерства образования региональных органов власти и субъектов Российской Федерации. К качественным критериям мы можем отнести следующее. Ну или попытаемся, так скажем, отнести следующее. В случаях выявленных нарушений условия оплаты труда учителей и участников мониторинга, приведение этих условий в соответствии с правовыми нормами. Продолжительность проекта июль-декабрь 2012-го. Возможны риски и пути их минимизации. Первый риск – это невысоко информирование учителей. Мы можем ее сократить за счет проведения по возможности самой широкой информационной кампании, включая рассылку в направлении образования в различные регионы. Второй риск – это, вероятно, боязнь преследования. Поскольку Министерство образования создало такой форум, где учителя могут высказываться, но они там же и пишут, что мы написали на ваш сайт, а учитель сказала, какое вы имеете вообще право обращаться, писать, и, в общем, устроила им размоз. Ну, здесь как мы можем минимизировать этот риск? Ну, так скажем, только защита тех учителей, которые осмелились и, так скажем, подали данные о своей зарплате. Это различные акции поддержки, письма администрацию школы, ну и прочее. Как показывает практика, это действует достаточно хорошо, потому что прислушивается все-таки к тем, кто показывает силу. Третий риск – это разная степень владения информационными технологиями. Ну, здесь, возможно, будет его минимизировать за счет работы администратора сайта и за счет очень подробных инструкций. Также риск таков, что довольно-таки деликатный вопрос мы пытаемся обсуждать и получать информацию по заработной плате, поскольку он не каждый готов сказать, сколько, на самом деле, он получает. Но здесь, я думаю, убеждение все-таки как выход из ситуации, потому что если продолжать сохранять деликатность в этом вопросе, то она и останется очень маленькой вашей зарплатой. А верификация данных – еще один риск. Мы считаем, что его возможно устранить за счет предоставления расчетных листов и справок из бухгалтерии, которые доказывали бы то, что эти данные, которые представят учителя. Ну и еще один риск – это отсутствие на данный момент консультантов-экономистов, которые могли бы, так скажем, с точки зрения их сферы сделать какие-то пояснения. Но выход здесь, да, как мы видим, либо самим разбираться, либо все-таки искать консультантов. Вы видите, здесь на экране выведена статья из «Известий», которая поддерживает эту нашу инициативу информационную учителя военных членовников с помощью краудсорсинга. Здесь описывается, ну, наша идея, так скажем. Почему мы обратились к африканскому опыту? Потому что уже как бы начала создаваться эта интерактивная карта на платформе «Ушахедия», о которой Алексей сегодня говорил, да. Но она как бы не пошла, застоплилась. Просто мне лично не хватило знаний, которые, я надеюсь, здесь получить. Если молодой человек покажет нам… Там он увидит. Там увидел. Да, все. Ну вот она, начало как бы ее. Да, ну чуть ниже, если можно. Чуть ниже, чтобы название было видно. Чуть ниже. Ну вот там есть как бы первые материалы, первые сетя, что немножко на полысе и так далее. То есть это та самая платформа, о которой сегодня Даша рассказывала. Это там, где о пожарах собиралась информация. Точно такая же платформа. Она довольно-таки проста в обращении. То есть там еще надо сами помещать информацию. Ну, завершается презентация, хочу сказать, словами учительского гимна. Конечно, в стране им они первые, но все начинается с нас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.